Я пришла в Нурайн Эстейт, мне здесь понравилась очень хорошая атмосфера, положительная, люди замечательные, коллеги тоже отзывчивые. Вы знаете, не скажу, что меня нигде не звали на работу, звали, предложений было очень много, но я выбрала не столько статус, а сколько атмосферу. Статус уже продвигается вперед, я думаю, что Нурайн будет всегда на первом месте в будущем, я это вижу. И коллеги здесь очень сильные, косметологи, дерматологи, у нас еще есть салон красоты здесь внизу. Я рада, что здесь работаю, спасибо, нет такого слова спасибо, спасибо всем, но я благодарна всем за гостеприимство, что меня приняли как свою родную, как будто здесь всю жизнь работала. Особенно благодарна именно директору нашему, который воспринимает всех как личность, никого никогда никуда не принуждает, не заставляет ничего. Главное, человек, чтобы был ответственный, знал свое дело, отзывчивый и человечный. Люблю делать людей красивыми, люблю косметологию, пришла к этому, потому что не хочу проводить все процедуры, как все, как любые косметологи. Мне нравится то, что можно работать не по протоколу, как любые врачи, а просто простимулировать, просто пролонгировать, убрать какие-то асимметрии, сделать людей красивыми и обаятельными. Косметология — это не то, что мы просто наполнили, заполнили, увеличили, это именно красота. Это красивая кожа, это красивые формочки, красивый вид лица, красивые черты лица. Правильно, и это, конечно, должно быть в первую очередь правильная асимметрия. Я желаю женщинам правильно контролировать свои процессы, правильно идти именно к красоте, красе, надо именно стареть правильно. Не то, что мы в 60 лет должны выглядеть на 18, нет, это неправильно, а именно иметь хороший цвет лица, хороший тургор лица. Есть препараты для коллагеностимуляции, их там несколько видов. Не нужно просто колоть какие-то мезопрепараты, какие-то биоутеризации, а именно правильно простимулировать клетки. К этому должно все идти, и вас даже направляет должен косметолог курировать состояние, состояние кожи. Сами косметологи не спрашивают, какие есть аутоиммунные заболевания, какие есть какие-то проблемы у пациентов. И не спрашивая колют, оттуда, конечно, последствия плохие. Вот надо не как косметолог пришел, как в салоне, пришли, кольнули и ушли, нет. Надо подготовить пациента, узнать анамнез, узнать всю жизнь прошлую. Почему, как, из-за чего все это произошло? Не просто так у человека, допустим, есть пигмент, или не просто так у человека есть, допустим, какие-то выемки, нехватка ткани, неправильная стимуляция коллагена, или нехватка каких-то элементов в организме. Надо все узнавать. А потом уже работать над этим пациентом. Потому что эта красота не только, она должна быть наружу, перед зеркалом, она должна быть еще и внутри, она должна быть еще и в настроении, состоянии и во всем. Должна быть ее окружать, эта красота, самого пациента. Он должен жить в ней. Пациента все уйти не может. Во-первых, это все-таки психология. Это психология, человек, который себя не воспринимает, человек себя не любит, найдет всегда изъян какой-нибудь. А там носик кривой, хотя это прекрасный носик, это там губки тоненькие, хотя они вполне такие нормальные, красивые, там цвет лица они какой-то один такой, хотя это здоровый цвет лица. Я предлагала сначала восприять себя, полюбить себя, а потом если какие-то есть маленькие-маленькие какие-то нюансы, надо исправлять. И то чуть-чуть, потихонечку, не спеша, мелкими шажками. Не так, как человек пришел, сразу забабахали там, сколько там, 6-7 филеров, которые не возьмется и неправильно возьмется. Вот, и человек ушел, недовольный ушел, поверьте, человек, который себя не любит, он и с филером себя не полюбит. Он и как бы там не простимулировали, какие там импланты не вставили, он себя не полюбит. Надо заставить поработать с пациентом еще на психологическом уровне. Заставить, внушить, поверить и проработать. Вот именно задача косметолога должна быть такая. Он должен быть и психолог, и врач, и эстетист, и уметь пообщаться с пациентом. Мое мнение такое. У меня вот эти 20 лет медицины, это постоянная учеба. Вы знаете, совершенно нет как будто времени расслабиться и почувствовать себя каким-то профессором. Не бывает такого. Вы знаете, счастье — это такой момент, счастье испытывать надо сейчас. Нет такого счастья в будущем и счастья в прошлом. Счастье в будущем — это неизбыточные мечты, которые ты стремишься в прошлом, это какие-то воспоминания. Это тоже несчастье. Счастье ты испытываешь именно сейчас. Счастлив ты или несчастлив. И я чувствую себя счастливой. В эту секунду я чувствую несчастную, потому что на меня направлена камера. А вообще, я счастливый человек. Елена, у вас в будущем плане какие? Вы знаете, мы собираемся поехать в Корею с нашим центром, с коллегами и с нашим руководителем. Для того, чтобы все-таки, как говорила я раньше, врачи должны всегда учиться, стремиться к новым знаниям. Потому что медицина не стоит на месте. И мы едем в Корею в этом году для того, чтобы получить новые знания по коллагеностимуляции, по новым препаратам, по имплантации нитей. Новая технология будет. Они ее разработали. Ну и, честно говоря, не думаю, что наши косметологи в чем-то уступают. Но зарубежный опыт нам не помешает. Вот так. Я вам желаю удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Хочу сказать о нашем специалисте, который работает у нас в центре Норайон Стэд Бьюти, о Мамедовой Елене. Она врач, дермокосметолог. В первую очередь, она очень хороший человек. Конечно, и отличный специалист. У нее, несмотря на то, что с недавнего времени она у нас работает, мы видим, мы заметили, как у нее много пациентов, которые действительно, уходя от ее кабинета, всегда сияют, улыбаются, всегда отзываются о ней, как о прекрасном человеке. Она не только лечит, она и душу лечит. Она поговорит, успокоит. Все проблемы постарается решить у себя в кабинете. Ну, что я могу в дальнейшем пожелать ей? Пусть останется таким же прекрасным человеком. Пусть наш центр процветает, пусть прибавляются в нашем центре такие хорошие специалисты, отличные специалисты. И мы рады. Все хорошо ей. Желаю ей в дальнейшем здоровья в семье, дома, чтобы ее дети росли прекрасными людьми и чтобы она зарабатывала немалые деньги. Хочу вам рассказать про мою замечательную коллегу Мамедову Елену Ильясовну. Она очень замечательный врач, дерматовенеролог, косметолог. Она практикует уже более 10 лет. Вы можете к ней обращаться любыми за помощью, за процедурами. Она вам всегда будет рада встречать вас у себя в кабинете. Продолжение следует...